Здравствуйте! В эфире передача Актуальность сегодня. В этом выпуске будем говорить о переговорах, которые состоялись между исполняющим обязанности премьер-министра армии Николой Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоялась в тот самый период, когда двусторонние отношения между Арменией и Россией полны неопределенности. Тему будем обсуждать с нашим гостем, помощницей президента Международного фонда Евразия Пресс Анастасия Лавриной. Кроме того, на связи со студией посредством скайпа будет российский эксперт по вопросам безопасности. Евгений Михайлов. Здравствуйте, Анастасия Ханм, еще раз. Здравствуйте, Михайлов, как слышите нас? Прекрасно слышу. Великолепно. Спасибо, что нашли время в своем графике и присоединились к нашей беседе. И я вот хотел бы начать именно с вас. Дело в том, что подводя итоги своей поездки в Москву и встречи с Владимиром Путином, Николай Пашинян сказал ряд вещей, о которых мы поговорим. Но что привлекает в первую очередь внимание, он сказал, что мы не успели обсудить все вопросы. То есть в Москве встретились главы государств, и один из них по итогам говорит, что мы не успели обсудить все вопросы. Вы знаете, на моей практике я впервые сталкиваюсь с такой ситуацией, когда главы государств встречаются, и один из них по итогам встречи говорит, что, дескать, мы не успели все обсуждать, потому что это все протокол, это все заранее все обговаривается, регламент обсуждается и так далее. Вроде как такой ситуации не должно быть. Не кажется ли вам, что это яркий показатель того, что о чем-то Никола Пашинян хотел поговорить, но Владимир Владимирович не стал его слушать? Просто сослался на график и предложил, ну, скажем, армянской стороне предложили оперативно возвращаться в Ереван в данном случае, и не обсудили те вопросы, которые Пашиняна, может быть, волновали бы больше? Безусловно, можно предположить именно вашу версию событий, потому что в последнее время мы все наблюдаем, как складывается достаточно напряженно отношение между Арменией и Российской Федерацией. Я был уверен еще до визита Пашиняна в Москву, мне задавали вопросы, насколько тепло его примет Владимир Путин. Ну, я подтверждаю и сейчас, что, по моему мнению, Владимир Путин всегда хорошо всех встречает. Вопрос ровно, да, без излишних любезностей. Естественно, он сказал, что наши страны будут вечными союзниками и тому подобное, но это политез. Я более чем уверен, что наше руководство не было готово обсуждать большинство вопросов, которые хотел озвучить Никол Пашинян. Совершенно очевидно, что он хотел получить некие экономические преференции. Но в силу того, что мы наблюдаем в последнее время, откровенная русофобская риторика, русофобские настроения усиливаются. Мы видели, что недавно творилось опять возле базы российских военных Гюмри, требование вывести базу. То есть это не навевает на положительные мысли. Анастасия Хамбаш, ваше мнение тоже хотелось бы узнать. Что значит, мы не успели обсудить все вопросы? Опять же, об этом визите говорили, заранее его планировали. Сторонам есть что обсуждать, есть проблемные моменты. И вдруг один из глав государства, Владимир Путин ничего такого не сказал. А вот Никол Пашинян считает, что они не успели о чем-то поговорить. Может быть, все-таки он планировал, а ему просто отказали. Сказали, что на такого рода вопрос у нас просто нет времени. Пашинян пришел к власти, так сказать, недавние выборы, которые прошли в Армении. Все-таки утвердили его власть и премьер-министр в Армении. Но до сих пор неизвестно, какое место он там занимает. То есть он получил власть, но пока еще сам Пашинян даже не знает, что ему делать с этой властью. И как ему в первую очередь нужно налаживать ситуацию в самой Армении. И как ему стоит развивать внешние взаимоотношения. Поэтому говорить с ним серьезно на переговорах о каких-то серьезных вопросах, тем более на весь период 2019 года, достаточно сложно. И в России это также понимают. Поэтому, на мой взгляд, сама Россия сейчас не стремится настолько важно и глубоко, и детально входить в обсуждение каких-то двухсторонних отношений, развития этих отношений на более длительный период времени. Второе, что хочу заметить, на мой взгляд, это встреча, этот визит Пашиняна был нацелен больше как разведка и уверение российского государства, что Армения все-таки заинтересована в экономической интеграции. Ведь если мы посмотрим то интервью, материал, который доступен для прессы с этой встречи, мы можем видеть, что Пашинян несколько раз говорил об важности экономического партнерства. И что Армения заинтересована в этом. Сам Пашинян прекрасно понимает, что Армения, по крайней мере сейчас, она очень зависима на экономической интеграции с Российской Федерацией. И сам Владимир Владимирович отметил, что на сегодняшний момент Россия является главным стратегическим партнером в экономической сфере. Он отметил 25% внешних экономических отношений приходится именно на Россию в отношении Армении. Я думаю, что этим самым Владимир Владимирович хотел подчеркнуть, что Армения все-таки сама в первую очередь должна быть нацелена на развитие этих двусторонних отношений. Плюс, на мой взгляд, Пашинян также хотел немножко оправдаться, я бы сказала. Потому что за последнее время все-таки он заметил, что Россия очень не так уж позитивно воспринимает его метание, его политики. И поэтому за эту короткую встречу он все-таки хотел показать, что нет, мы заинтересованы в отношениях с Россией, как никак мы понимаем эту зависимость. И мы будем стараться сделать так, чтобы все-таки о нас не забыли на 2019 год. Я вот хотел бы еще одного момента коснуться, о котором во время встречи с Владимиром Путиным говорил исполняющий обязанности премьер-министр Армении Никола Пашинян. Он сказал такую фразу, что на эти новогодние праздники он сослался на какой-то неназванной же им же российские СМИ, которые выяснили, что Армения это самое популярное направление для российских туристов именно на Новый год. Но, признаться, мне очень сложно поверить в это, что именно в декабрь месяц россияне решили разом всем поехать в Армению, в Армению, в которых особо и дорог нет, инфраструктуру нет, и именно зимние свои каникулы они решили провести. Там я с этим вопросом, нам поможет руководитель отдела по связям с общественностью Государственного агентства по туризму Кианан Гулзаде. Он сейчас должен быть у нас на связи по телефону. Кианан? Добрый день. Добрый день, Кианан. Спасибо, что нашли время присоединиться к нашей передаче. Я буквально повторю вопрос. Во время встречи Владимира Путина Никола Пашиняна, Никола Пашинян сослался на какие-то СМИ, которые он не назвал, и сказал такую вещь, что, дескать, они выяснили, что Армения это самое популярное направление для российских туристов на Новый год. Но, признаться, нам в студии верится в это немножко сложно. Может быть, там, я не знаю, кто-то решил испортить себе каникулы и поехал именно зимой в Армению. Но на ваш взгляд, как человек, который разбирается профессионально в туризме, насколько достоверна данная информация? Что сказать, Санан? Здесь дело даже не столько во взгляде, а чисто это в профессиональном подходе. Никол Пашиняна на встрече с главой России Владимиром Владимировичем Путиным скажет, как слукавил, Потому что вот есть открытые данные опубликованы аналитическим агентством Турстат, который основывается на рейтинг популярности турпоездок зимой 2018-2019 годов. Это рейтинг городов СНГ. В топ-тройку городов, которые популярны для российских туристов в указанный период, входят первый Минск, Беларусь, второй Баку, Азербайджан, третий Астана, Казахстан. Ереван тоже присутствует в списке этих городов среди десяти популярных направлений. Более того, среди зимних именно методов с локацией направлений зимнего туризма, у россиян также в Азербайджане пользуются большой популярностью Кадаля и Шарда. То есть эти данные, которые были приведены на встрече в Армении и России со стороны Николы Пашиняна, они, согласно статистическим данным и данным Российского агентства Курсат, просто не соответствуют действительности. Ну что ж, большое спасибо, Кианан, что присоединились и внесли ясность. Спасибо. Спасибо вам. Я хотел бы вернуться к господину Михайлову. Вот складывается такая, вот вы, опять же, пользуясь случаем, что вы сами в России, у вас родственники, соседи, знакомые. Вот у вас лично складывается такое ощущение, что декабрь месяц, вот россияне все вот разом решили поехать в Армению. Вообще вы в правдоподобность такого заявления верите? Я, конечно же, не верю в правдоподобность такого заявления. Здесь единственное, может, на что рассчитывает Пашинян, это на туристический поток самих армян, которые приезжают к родственникам отметить Новый год. Не более того. Я знаю, что именно так и обстоит дело. То есть, грубо говоря, приехали, поработали, поехали в Армению. Вот вам и туристический поток. Либо те, кто давно уехали жить в Россию и ездят к своим близким. По моему мнению сложившимся, вот у меня многие друзья ездят действительно в Баку, зимой ездят многие в Грузию на горные курорты, но Ереваном тут как бы не пахнет. Вот. Сомневаюсь я. И при том, что я живу в регионе, где очень много армян, есть как бы складывается мнение обоснованное, что в основном армяне туда и едут. Вот вам весь и туризм. Господин Михайлов, в принципе, вот по, скажем так, реакции российской делегации на это заявление Николы Пашиняна, в принципе, было понятно, что никто не поверил, да и мы тут не верим. Но, понимаете, как одно дело вы там где-то встретились с друзьями, что-то сказали, одно дело там в СМИ что-то вы преувеличили, преуменьшили, не договорили. Чему удивляться? Если он всем врет, да, в том числе и своему народу, да, о многих достижениях, которые будут там, путь в Европу, путь в Азию, он везде показывает путь. Это все популизм. То же самое и здесь, он пытается... Ну, Владимир Владимирович наверняка молча наблюдал, как над таким неопытным политиком. Ну, пускай говорит. Мы же все знаем, а мы действительно все знаем. И все это принято было снисходительно. Никто не сказал ничего в ответ, да, то есть оскорбительного. То есть это как, чтобы не обидеть армянского, ну, руководителя. Никто же не будет говорить, да что вы нам врете, да, никто к вам не едет. Никто там, ну, говорит и говорит. Он же это говорит для того, чтобы, опять же, привлечь внимание в каком плане, что россияне очень любят ездить в Армению, у нас очень большие связи. Они-то есть связи, да, экономические непосредственно. Но, опять же, я говорю, именно за счет мощнейшей армянской диаспоры, которая хорошо обосновалась в Российской Федерации, зарабатывает деньги и как-то поддерживает экономику Армении. Именно в этом контексте я мог бы, в принципе, наблюдать то, что именно говорит Пашинян. Он все время, на мой взгляд, опирается именно на огромную армянскую диаспору, общину, которая создает и туристический поток, и финансовый поток, и многое другое. То есть не более чем. То есть совершенно очевидно, что Никола Пашинян пытается выглядеть хорошим перед Владимиром Владимировичем Путином, пытается сгладить все то, что происходило в последний год в республике Армения. Но это невозможно сгладить. Каждый день что-то случается. Ну, раз в неделю такие значимые для Армении события, которые отражают некую антироссийскую риторику. Не то, что некую, мощнейшую антироссийскую риторику, которую делают определенные силы, прозападные силы. И часть лидеров которых непосредственно находится в правительстве Никола Пашинянов. Анастасия Ханум, одним из центральных вопросов, которые должны были стороны обсудить, это являются цены на российский газ для Армении. Дело в том, что в СМИ Армении была информация, что из Москвы уже послан некий месседж, что с 2019 года цены на российский газ для Армении поднимутся. И чиновники в Ереване, они прокомментируют таким образом, что все обсуждается. Сам Пашинян по итогам визита сказал, что никакого решения так достичь не удалось. Ну, 2018 год остаются считанные дни. Первое января недалеко. И цены автоматом будут подниматься. Я хотел бы вашу оценку, потому что сам Никола Пашинян, понимаете как, он очень обтекаемо об этом говорит, но в то же время весьма... Вот смотрите, надеюсь, что в этом вопросе будет желательное для нас развитие, или во всяком случае не будет нежелательных. Ну, как бы остается 3-4 дня. Вопросы о, скажем так, который касается каждого гражданина Армении. То есть через несколько дней это ударит по их кошельку, им будет гораздо хуже. Это социальный вопрос. И вот такое отношение, надеюсь, не надеюсь, когда такой серьезный вопрос. Зачем тогда организовывался в Торопях этот визит под Экток 2018 года? Зачем тогда ехали? Почему сторонам не удается договориться? Как я уже отмечала, этот визит, он был больше выгоден для самого Пашиняна, чтобы уверовать... Персонально, лично. Персонально, лично уверовать, доказать то, что Армения все-таки привержена к развитию двухсторонних отношений с Российской Федерацией и налажена в особенности на экономическое партнерство. Говоря об экономическом партнерстве, разумеется, нельзя забывать об энергетическом партнерстве. Ведь Россия как-никак остается главным, кто поставляет газ на армянский рынок. И без России, можно сказать, Армения просто окончательно перестанет получать необходимую энергию для поддержания своего населения. И это, в свою очередь, может обратиться против самого Пашиняна. Когда он проводил предвыборную кампанию, он обещал людям, что он все-таки наладит, наоборот, внешнюю политику Армении, которая будет способствовать внутреннему развитию этой страны. Но если при этом он не может договориться о нормальной цене, приемлемой для Армении, которая позволит импортировать газ и распределять перед населением так, чтобы население само было довольное, то в таком случае население уже начнет предоставлять свое недоверие и свое несогласие с политикой, которая проводится Пашиняном. Поэтому здесь Пашинян постарался все-таки провести встречу, где уверовать российское правительство, что Армения остается союзником и партнером, и что она все-таки надеется на хорошую цену на газ, так сказать. Но, опять-таки, во время этой встречи не было ничего конкретно сказано по ценовой политике. Господин Михайлович, ваше мнение, почему стороны не могут договориться по ценам на газ? Пойдет ли Россия все-таки с 2019 года общая тенденция, говорить ли это об этом, что Россия поднимет цены на газ с 2019 года? И все-таки давайте я предлагаю несколько более честно и искренне посмотреть. Все-таки цены на газ, иной раз, могут быть это вопрос политики, это не только чистая экономика. И в этом плане можно ли предположить, что то, что Москва ожидает от Пашиняна и Армении, вот Пашинян упорствует и не идет на какие-то вот те условия, которые ставит российская сторона, и это делает просто необратимым процесс повышения цен на газ. И о каких условиях может идти речь? В любом случае цена на газ, именно в такой ситуации, это является, конечно, неким и политическим инструментом. Особенно, когда есть такое желание, чтобы цена на газ снизилась, либо не увеличилась. В нашем случае, я думаю, что Россия будет выдерживать паузу до упора, пока некие не будут согласованные взаимные действия, где Армения прогарантирует абсолютную лояльность национальным интересам Российской Федерации. Прежде всего, абсолютную, я говорю и подтверждаю, потому что до этого было так. И тогда еще можно было договариваться. Мы уже сталкивались с такой ситуацией, когда мы фактически бесплатно на миллиарды отдавали газ более братским народам. И что мы получили? В нашем случае невозможно предугадать, что будет в итоге в Армении. И поэтому здесь нельзя тоже разбазаривать, так сказать, ресурсы страны по дешевым ценам тем странам, которые нелояльны к нашей стране. И я думаю, что этот вопрос будет поставлен очень остро. На мой взгляд, у нас и свое население есть, которое хочет по невысоким ценам газ потреблять. У нас тоже население достаточно большое. И нужно понимать, что Россия прежде всего должна добиться от Армении неких гарантий. Гарантий лояльности. Я так считаю, я так уже комментировал. И именно с этим связаны вот эти вот потуги Пашиняна. Показаться хорошим, мягким, абсолютно лояльным правителем для России. Но ведь это же не так. И Россия не ведется на такие разговоры. Мы уже научены, еще раз подтверждаю. Говорю о том, что горьким опытом подобных ситуаций. Я думаю, что не будет какого-либо, так сказать, поползновения в сторону снижения цены на газ. Я думаю, что ее повысят. А потом уже, когда народ Армении ощутит тяжесть, ноши, тогда уже можно говорить и о неких скидках и тому подобное. После того, когда народ сам скажет Пашиняну, друг наш, что ты делаешь? Анастасия Ахан, что привлекает внимание? Говоря с Владимиром Путиным в ходе встречи, Пашинян особо сделал акцент, что якобы он там не помнит уже сколько раз за последнее время бывал в России. Но мы думаем, что он все-таки это дело записывает очень четко. И он сказал, что протокол ему помог. Он уже шестой раз в России. В статусе исполняющего обязанности каждый раз встречается с Владимиром Путиным. Понятное дело, что он делает из этого количества некий пиар для себя. Но, видимо, тут количество не переходит в качество. Потому что шесть визитов, встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. И ни один документ не подписан между сторонами. Ни один документ. Скажем, не отдыхать же он едет, летит в Москву. Он в России не за этим. Он работает, он исполняющий обязанности премьера. Встречается с официальными лицами. Ни одного документа не подписано. Это нормально? Это не нормально. Но, может быть, для Пашиняна это нормально. Ведь, если мы посмотрим этот разговор, именно с этого и начал свою речь Пашинян, говоря количество раз, что якобы ему в аэропорту помогли вычислить и напомнить, сколько раз он все-таки приезжает. Возникает такой вопрос, как будто в аэропорту сидят и считают количество Пашиняна, прямо мечтают, когда он туда приедет. И стоит отметить, что не каждый его визит заканчивается успешно. Если бы вообще заканчивается успешно. За все это время, что мы смотрим новости, это больше говорится о действиях Пашиняна, которые, наоборот, вносят разлад. Двухсторонние отношения с Российской Федерацией, со странами, членами ОДКБ, с другими партнерами. То есть, каждый визит Пашиняна чреват какими-то последствиями для самой же Армении, причем не в позитивном аспекте. Потому что каждый раз приезжая, он не движется согласно какой-то одной политике. Он начинает... Один его визит соответствует тому, что Армения выбирает более независимую политику и стремится про Запад. Второй его визит обоснован совсем другими интересами. Это интересы Армении в ОДКБ. Третий его визит начинается абсолютно другими направлениями, заявлениями, которые он все-таки говорит. Здесь сейчас последний его визит все-таки он заверяет. И большей частью, даже если смотря это видео, можно увидеть, как бы оправдывается, что мы очень заинтересованы, мы хотим развития именно экономического партнерства, интеграции, заверений в каком-то партнерстве и союзничестве. То есть, это еще раз говорит о том, что у него нет намеченных планов и нет намеченного пути. Господин Михайлович, если вам есть что добавить по этому пункту, вы добавите, но прежде я задам следующий вопрос. Дело в том, что стороны обсудили ситуацию в ОДКБ. На ваш взгляд, каким был месседж российской стороны? Потому что ситуация такая, если очень коротко. Белорусская сторона представила своего генсека. Он согласован практически со всеми странами и участниками ОДКБ. Главы государств его приняли, все одобрили. Он без пяти минут генсек ОДКБ. Единственное, Армения, ее руководство отказывается встречаться с белорусским кандидатом. Все это дело тормозит. ОДКБ это важнейшая организация, военно-политическая организация. И все дают понять, что так долго продолжаться не может. Вот каким был месседж российской стороны в данном случае? Ну, я думаю, что месседж однозначный. Если вы будете сопротивляться, решение будет принято без вас. Совершенно очевидно, что то, что сейчас происходит, оно не наносит, не приносит большей пользы для безопасности всех стран ОДКБ. То есть, некий вот такой раздрай, да, то есть, необходимо быстро принимать решение. Сейчас есть принятие решения. То есть, представитель Белоруссии будет фактически председателем, ну, генсеком ОДКБ. Все, его надо принимать, независимо от нынешнего мнения Республики Армения. То есть, я думаю, что так и произойдет. И Россия именно на это намекнула Еревану. Газбай Михайлов, все-таки, ну, большинство, кто отслеживал события вокруг этого визита до него, все прекрасно понимают, по большей части, зачем Никола Пашинян поехал в Москву именно 27 декабря. Дело в том, что 9 декабря в Армении были парламентские выборы. И в Армении тщетно ждали поздравлений в адрес Никола Пашиняна в связи с победой, скажем так, на выборах. Его поздравили западные лидеры, канцлер Германии, президент Франции Макрон. Но поздравлений от Владимира Путина, от российской стороны, от страны ДКБ и так далее не было. И вот экспертное мнение сводится к тому, что он поехал именно туда, в Москву 27 декабря, чтобы уже перед прессой, ну, хотя или не хотя, но российское руководство поздравило его с этим. И он чувствовал бы себя как-то более уверенным. Что и произошло, да. Что и произошло, да. Ну, вот в такой форме, да. И вот у меня такой вопрос по поводу, отбрасывая это в сторону, результативность самого визита. Вот что мы понимаем под словом результат, да. Вот есть пустырь, да, а там построили здание. Вот результат. Не было дороги, вот построили дорогу, увидим дорогу. Вот с точки зрения решения вопросов, накопившихся вопросов между Россией и Арменией за последние 7-8 месяцев. Опять же, там протокольные общие заявления, стандартные, да, мы слышали, и это всегда бывает. Но есть вопросы, накопившиеся вопросы между нами. Вот с точки зрения решения этих вопросов, как вы считаете, визит в Москву был результативным? Я считаю, что визит был абсолютно нерезультативным. Он был чисто процедурным. Попытаться действительно добиться некой благосклонности российского президента. Ведь вы сами сказали, что его не поздравили, да. А мы знаем, что Российская Федерация не приемлет методы насильственного свержения власти, как в принципе и произошло в Армении. Ну, приняли это как данность. И поэтому, на мой взгляд, не было официального поздравления Пашиняна с переизбранием на свою должность. Здесь такой мессендж. Правительство было вынуждено Российской Федерации поздравить, да, то есть как бы официальный визит. Но цель визита не достигнута. Ну что ж, большое спасибо Анастасии Ахануму Вангу. Господин Михайлов, вам тоже спасибо, что нашли время, присоединились к нашему эфиру. Пожалуйста, спасибо вам. Я напоминаю, в рамках передачи «Актуально сегодня» мы говорили о переговорах, которые состоялись между исполняющим обязанностями премьер-министра армии Николой Пашиняновым и президентом России Владимиром Путином в Москве. Тему обсуждали с гостем в нашей студии, помощницей президента Международного фонда Евразия пресса Анастасия Лавриной. Кроме того, на связи со студией по скайпу был российский эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова